всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня решила снять обзор раскраски новой раскраски лики лендал девушки мечты меня четвертая часть и насколько я понимаю есть еще три помимо это я видела в наличии еще голубенькую но как-то на тот момент я не была готова пополнить свою коллекцию еще двумя книгами поэтому остановилась на 1 раскраска формата а4 книжечка прошита ее приятно держать в руках она у меня без обложки и в этой раскраски есть 10 иллюстрации которые повторяются дважды первых 10 это темный грейскейл а второй десяток посветлее так девушки мечты он данной раскрашечки мне не нравится всего лишь две иллюстрации и вот как раз первая из них меня смущает вот этот череп я не понимаю как его раскрашивать и если честно даже не хочу такое раскрашивать поэтому я приняла твердое решение когда у меня будет настроение я просто зарисую его и акрилом или гуашью неважно главное что зарисую и потом раскрашу ее какой-то оранжевый к мне кажется получится прикольно а дальше иллюстрации идут по порядочку у меня ясная девочка уже раскрашена я протестировала уже здесь все что могу давайте начнем самого приятного с акварельки акварель здесь очень хорошо себя ведет цвета получаются яркие она не впитывается так сильно как я предполагала и уже была морально готова к этому но нет все хорошо также здесь у меня самые дешевые печатные карандашики марка когда нам пришлось сбежать это все началось взяла с собой только две раскраски и парочку карандашей мне очень повезло что моей сумочки остались люминансы я как раз их прихватила но я не могу раскрасить всю иллюстрацию там портретный набор и мне пришлось купить самые печатные карандашики и поверьте моему счастью не было предела когда я их держала я вспоминала эти ощущения как же мне было интересно и приятно раскрашивать и знакомиться за мной забытыми карандашиками марка второе знакомство состоялось иллюстрация очень красивая яркая следующая иллюстрация назвали ее моя одесси . или просто морячка как-то сразу же решилась на этот фон красные розы все как обычно но тем не менее бабочки добавили здесь какого-то шарма и поэтому иллюстрация получилась очень красивой также хочу обратить ваше внимание на гелевые ручки нее на губках надеюсь вам заметно третья иллюстрация выполнена в этой раскраске это вот такая девочка неземная девочка я ее называю какой-то непроничаночка или ну как хотите так и называйте для меня это принципе не имеет никакого значения мне все нравится прикольно раскрашивать я уже начинали активно использовать в этой раскраске маркеры поэтому все хорошо также раскрашена бюджетными карандашиками только вот лиминансы кожа белая гелевая ручка и также здесь хочу обратить ваше внимание на крылышки и на цветочек они у меня раскрашены интерферентными оттенками розовым и синим также иллюстрации в процессе как раз сейчас я раскрашиваю мне новое знакомство с карандашиками пабло что я вам скажу прикольно мне понравилось это это что-то среднее между лиминансами полихромусами и наверное лирами как-то вот так у меня такие ассоциации и это наверное самая любимая иллюстрация в этой книжечке для меня она мне как-то сразу запала в душу и хочется ее раскрашивать я ждала этого момента и еще вот это очень нравится я обязательно сделаю фон красный вот мне хочется и все смотрите какая прелесть я вам сейчас показываю а темный грейс кейн также хочу рискнуть и попробовать раскрасить эту девочку зимнюю посмотрим что с этого выйдет в крайнем случае меня же здесь два варианта правильно и вот как раз последняя иллюстрация которая мне совсем не нравится в и я не знаю что с ней делать пусть просто пока что пусть будет не буду ее это значит раскрашивать а вот следующий круг где иллюстрации немножечко посветлее давайте я вам покажу из самой самой первой и думаю что разницу вы сможете рассмотреть особенно на ее руках на ее перчатках разница есть второй круг я его также буду раскрашивать если например там раскрашивала первую иллюстрацию в темно-зеленой здесь я раскрашу какой-то ну не знаю каким-то другим цветом возможно голубым а возможно еще каким-то смотрите ну это же просто но мило то могу сказать откровенно что это раскраска веке наверное самая лучшая поскольку те раскраска которая мы знаем это же четыре части они немножечко хуже вот действительно здесь чувствуется более детальная прорисовка как-то это здесь все более уместно не знаю возможно это мое мнение но тем не менее мне кажется так что лика молодец лика растет и есть шансы есть огромные шансы что эту раскраску успею завершить а в конце этого года я к этому стремлюсь мне нравится пока что здесь раскрашивать возможно раскрашивая одни портреты мы устаем хочется что-то пораскрашивать другое например каких-то животных что-то сказочное но потом обратно возвращаемся к этой раскраске с момента покупки прошло около двух месяцев и смотрите уже четвертый или пятый иллюстрации здорово а также в конце у нас есть другие иллюстрации леки и если я правильно понимаю это иллюстрации из всех четырех частей вот например вот это моя вот это вот это это которая мне не нравится сейчас что здесь у меня есть вот это моя и здесь должно быть что-то вот зимняя иллюстрация и моя одесси . а вот эти три также еще с моей раскраски и последняя страничка здесь собраны как раз все эти иллюстрации которые имеются в этой книжечке мне нравится все за исключением вот ладно за исключением от этой последней с первого я еще что-то придумаю а вот последние точно нет не хочу итак наше видео подходит концу небольшой обзорчик я надеюсь что вам понравилась раскраска мне безумно и я сейчас жалею о том что не приобрела еще и голубенькую ладно у нас все впереди обязательно купим обязательно раскрасим я на этом прощаюсь с вами надеюсь что вам понравился мой небольшой обзорчик на эту раскраску ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить процессы раскрашивания или например челленджи с этой раскраской с этими замечательными иллюстрациями пишите понравилось ли вам конкретно какая-то одна иллюстрация или возможно несколько всем до встречи всем пока пока пока